Уважаемые односельчане, причина сегодняшнего собрания это строящаяся в нашем селе новая церковь. Хочу вам напомнить, что церковь строилась за счет крупного американского бизнесмена, который, кстати, был нашим односельчанином. Недавно этот человек умер, и мы встали перед тем фактом, что должны найти недостающие деньги на завершение строительства. В связи с этим, я хочу предоставить слово нашему духовному отцу, священнику нашей новой церкви, святому отцу Андрею. Андрею, аплодисменты! Спасибо, что уважили вашего председателя и пришли сюда. Поэтому я буду краток. Для завершения строительства церкви нам необходимо 5000 долларов. И поэтому призываю вас посодействовать. Короче, нужно 5000 долларов. Сейчас говорите, кто и сколько может дать. Начали! Что молчите? Скажите что-нибудь, что будем так сеять? К примеру, вы. Сергей Акупович. Он начальник нашего ЦТП. Вы можете дать денег для церкви? Ашот Аркадьевич, у жителей нашего села большие долги за электричество. Денег нет. Пусть простит святой отец, но денег нет. Эй, садись. Альберт! Альберт, это директор нашей фермы. Альберт, вы можете помочь. Ашот Аркадьевич, дорогой, говоришь, дай денег. Но откуда? Град сломал все угодья. Свиньи отравились, воду прорвало. Восемь человек пропали. Трактор сломался. Нет, святой отец. Денег нет. Нет, денег нет. Альберт, от тебя я такого не ожидал. Вы что, хотите, чтобы церковь без крыши осталась? Люди под дождем должны венчаться. Ватчик. Ватчик, начальник нашего водоканала. Ашот Аркадьевич, денег нет. Слушайте, так дело не пойдет. И что будем делать? Святой отец, дорогой. Благое дело делаете. Правильное дело. Я решила, что могу вам помочь. Со своей стороны я дам вам пять тысяч долларов. Это Алиса, женщина легкого поведения. Благодарен, но от вашего предложения я вынужден отказаться, так как это грязные деньги. Ну что ты, святой отец, смело бери. Это наши деньги. А видели, как я утку подстрелил? Со ста метров уложил. Ее разорвало аж на три части, правду говорю. Это еще ничего. Вот вчера я так зарядил, что мало не показалось. Помните, у меня в чулане было старое ружье. Пришел некто, хотел его купить. А я такую цифру зарядил, что мало не покажется. И самое интересное, знаете что? Он клюнул. Я продал его за эту сумму. Слушай, мы тут про охоту, а ты нам про торговлю. А ты утку подстрелил, утку подстрелил. Тоже мне снайпер. Да я своими глазами видел эту утку. Это не утка, это корова. Даже мой младший сын попал бы в нее из своего водяного пистолета. Я покажу вам, как надо стрелять. Тот спичный коробок, видите? Да. Видим. Сейчас увидите, как надо стрелять. Ух ты. Молодец. Так надо стрелять. А то утку подстрелил, утку. Эээ, ну и что? Хорошо. Я сейчас вам тоже кое-что покажу. Меньше десяти драмов есть? Нет. Сейчас будет. На-ка, кинь это в воздух. Молодец, два. С вами можно сериалы снимать. Молодец. А сейчас я покажу, как надо стрелять. Слышите-ка, Марины Писк? Да. А и что, все равно летает? Летать-то летает. Но детей у него больше никогда не будет. Уважаемые работники моего собственного предприятия. Я ознакомился с вашими жалобами. И, короче говоря, понял, что вы хотите повышение зарплаты. С вашей стороны это естественное и нормальное желание. Но здесь есть одна маленькая проблема. Ваше мнение в корне отличается от моего мнения. По-моему, ваши зарплаты нормальные. Скажу более, даже немного высокие. Но так как мы живем в цивилизованном мире, и чтобы не было недомолвок, руганий, криков, одних о повышении зарплаты, и других, наоборот, о понижении, и так далее, и тому подобное, и так далее, и тому подобное, чтобы не было недопонимания, я принял следующее решение. Я поручу нашим многоуважаемым программистам, чтобы они разработали специальную программу, а с ее помощью мы сможем внести в компьютер данные каждого работника. Внесем следующие данные. Кто сколько работал в течение года? Сколько дней был в отпуске? Переведем все это в часы. Сколько было всего праздников? И сколько часов он провел во время перерыва? Все это с легкостью рассчитает современная компьютерная программа. Компьютер выдаст результаты, и станет ясно, кто какой зарплаты достоин. Соответственно, уже не я и не вы будем решать, высокая у вас зарплата или, наоборот, низкая. Если компьютер определит, что ваша зарплата соответствует выполненному объему работ, значит, вы получаете нормальную зарплату. И я, как вы понимаете, повышать ее не буду. Но если компьютер определит, что ваша зарплата низкая, а вы выполняете большой объем работ, значит, я повышу вашу зарплату. За счет наших многоуважаемых программистов. Поняли?